И мы представим вам Диану. Нравилось создавать вот эту красоту. Второй мастера, я ее видел, они состригают волосы. Есть такое желание возникает, да? Ну да, когда готовишься. Говорю, вам больно? Она говорит, нет, 4 месяца ходит. Так, давай прям вот возьмем топ-3 или топ-5, попробуем вот почему наращивать. Бывало у тебя, чтобы ты метр наращивал или 90 сантиметров? Была готова бесплатно. Это хорошо. Тогда мы в Дубай тебе можем четверых записать. А, ну там, да, у меня было осветление, волосы выпали, охота загустить. Такие вот кротышки остались. Мне всегда жалко волосы. Состоятельно? Они выбирают натурально. Да, да. Она нарастила, пошла в бассейн, поплавала, у нее волосы начали сыпаться. Ого, 50 рублей экономия, но риск огромный. Они как бы соглашаются. Она такая, а, ну вы лучше знаете, да, вы же трехолог. Поэтому я их отрезал. Всем привет, сегодня у нас очередные съемки с нашими мастерами. И сегодня мы представляем вам Диану. Привет, Диана. Привет. Как дела? Хорошо. Сегодня мы поговорим, что у нас будет интервью. Я буду задать вопросы. Была ли когда-нибудь вообще на интервью? Нет. Это первый раз. Никогда? Нет. А вообще мечтала ли, когда-нибудь сниматься, может быть, подкаст свой вести? Наверное, нет. Почему? У меня с детства у меня есть сцены. Да? У меня тоже. Да. Я вообще... Тогда надо было выпить? Ну, там в гримерке нет? Нет, там не наливают. А вообще часто снимаешь? Мы снимаем же в салоне контент. Ну, если я свободная, в принципе, почему бы нет? Вот. У меня нет такого, что я не хочу. Когда просят, я помогаю. А когда, типа, кто хочет, ты такая, я, я, возьмите меня? Ну, нет. Нет. Нет, кстати, нет. Просто бывает, кто-то занят. И уж если сильно просят, то, конечно, иду. Сильно? Не так часто. Ну, да. Просто кто-то не может, допустим. А я свободная, почему бы не помочь, поучаствовать. В каком последнем ты снимался? Наверное, вот что-то с волосами, как будто мы его фоткаем. Его еще не выложили? Выложили. Выложили? Да. Ты нравишься себе там в кадре? Ну, да. Окей. А перейдем к тебе. Расскажи свою историю. Как ты вообще начала наращивать волосы? Как ты к нам пришла? Можешь со школы рассказать, как ты в школе училась? Хорошо. Ты из Самары? Ну, с области. С какого города? Района. Красноярский район. А город? Поселок. Яблоневый. Как? Яблоневый. Яблоневый? Да. И у нас все время путают Яблоневый Аврак. Я слышала, что есть остальное. У тебя родители там живут? Да. Так, и ты там, соответственно, родилась? Я там родилась, да. Выучилась. Потом уехала в Самару, переехала, грубо говоря. Ну, там тоже часто бывает довольно-таки. Подожди, расскажи. Яблоневым училась? Училась, да. В школе? В школе. Там школа есть? Да. Большая? Да, как сказать. Сколько у тебя в классе было? Ой, у меня было мало. Одиннадцать человек. А какой класс был? А, Б, там? Нет. Это застали мои родители. А, Б, С вот эти. А у нас там уже все прям. Там мало было человек, кто учился. И вот ты закончила школу. И сразу? Закончила школу. Ну, мне как-то всегда нравилось что-то с волосами, в принципе. Но на парикмахеры я почему-то не пошла учиться. Я пошла учиться на дизайнера. В Самаре? Да. Вот. Ну, я после девятого ушла. Я пошла в колледж. И, наверное, на последнем курсе, это был четвертый, я пошла работать в студию по прическам. Ну, и все как бы. И я начала работать в прическах. А ты пошла туда, ну, уже где-то отучилась или там прямо тебе учили? Я сначала, да, отучилась. У них же? Нет, у другой девочки. Потом я пришла туда, прошла, точнее, курс. У них был как отбор какой-то. У нас было несколько девочек, и нас, грубо говоря, там выбирали, потом кого оставить работать. Я прошла этот отбор и как-то начала работать. Но у меня всегда очень нравилось этим заниматься. Я как бы с детства любила косы плести, там, прически делать. И мне тянуло к волосам, грубо говоря, вот так. А как наращивание пришло, наверное, это было года четыре назад. Я себе наращивала, и мне было просто потом уже интересно попробовать, как это. И вот эта знакомая девочка, у кого я наращивала, она, получается, ей попросила, чтобы она мне научила. Я как бы обучилась, но я конкретно прям этим не занималась. То есть я не продвигала себя, не рекламировала ничего. Просто знакомым девочкам своим наращивала, и все. Ну, ты вот отучилась, тебе прям понравилось? Ну, мне просто нравился этот эффект. Вот вау, типа, когда девочка приходит, у нее волосы там тонкие свои, и когда добавляешь, то просто загущение. Мне просто нравилось создавать вот эту красоту, как бы, грубо говоря. Я была готова бесплатно, мне подружку нарастишь. И я говорю, конечно, давай, наращу. Ну, а прически тоже классно там делаешь, красиво все. Прически тоже, да. Но немножко, да, не тот эффект. Мне тоже, да, это нравится. Но с волосами как-то наращивание, да, прям вот... Кардинальная измена. Да. То есть она вот не только на вечер, грубо говоря, да, как-то преобразилась. Она целых два с половиной, там, три месяца. Кто-то и по четыре месяца ходит. И вот ты наращивала подружку. Да. И делала прически в студии. Да, и делала прически. И тут? И тут я такая думаю... А, я была подписана вот на студию и увидела вакансию. И, наверное, когда это было, года три, может быть, или вот Саша два года, получается, работает. Саша? Мастер, да. Наверное, да. Я уже путаюсь. Вот уже сто лет прошло. Да. И вот я тогда увидела эту вакансию, наверное, года два. Но мне что-то было, Лена, резюме заполнять. Не просто ответить, там, на сториз. Так, подожди. Получается, ты увидела два года назад, но не стала заполнять. Но я ничего-то не стала. А, я заполнила. А, нет, я не заполнила резюме. Как-то, ну, как-то забылась, и всё. А, просто забила? Да, как будто бы, да. А потом я увидела, то есть, получается, год назад, опять же, думаю, нет, надо точно заполнить. Начала заполнять. На год расценнулось принятие решения. Да. Решила заполнить. Да, решила заполнить. Просто ни разу не заполняла резюме. Не знала, как. Так, и что дальше? И ещё, и я написала. Вас, по-моему, не было как раз-таки в Самаре. Да? Да, я помню, я так ждала, когда вы приедете, чтобы приехать на собеседование. И я забыла. Этот день, по-моему, я проспала. А, ты не приехала на собеседование? Да, я не приехала. Что-то такое было. Не знаю, почему я так ждала этот, помню, день, чтобы когда уже приехать. Это, по-моему, было 15 ноября. И в итоге мы перенесли, по-моему, на 17 ноября. На 17 ноября? Да, по-моему, что-то такое, на 23. И 17, ну, и ты приехала. Да, я приехала. То есть я там был, да, в общем-то, не помню. И всё, ты в собеседовании всё прошла, там пробный день. Это всё как обычно там на манекене там что-то нарастили, потом модели. И ты вот начала у нас работать. Угу. Ну, то есть понятно, что сначала, когда приходит человек, там он смотрит вообще как ему, ну, готов ли он остаться или нет. Угу. Почему ты решил остаться? Ну, мне как-то сразу атмосфера понравилась. Все такие хорошие, добры. Почти. Ну, нет, нет, ну, как бы всё хорошо. Так, и вот уже год прошёл, и ты работаешь. Уже год. Ну, то есть, ну, да, с ноября, да? Да. Быстро, очень быстро прошёл. А сейчас я не говорю. Ну, да, год. И спустя год, что ты думаешь? Всё хорошо? Да, мне очень нравится. Я помню, когда только мы стажировались, я помню, что 20 капсул у нас на целый день вот растягивалось. Я думала, я никогда скорость не наберу, если честно. Вот, что так я и буду на целый день, по одного клиента в день. Угу. Ну, нет, мне очень нравится работать. А сейчас у тебя по сколько в среднем? По три даже, да? Ну, да, по три. Там, если мало капсул, то можно к четвёртому на вечер записать. То есть, успеваю, стараюсь. За сколько это 120? Там 150 средний у нас, да? 150 капсул за сколько наращаешь? Ну, часа два. Если просто наращиваю, часа два, наверное, вот так. Ничего себе. С половиной. Быстро? Да. Это хорошо? Угу. Тогда мы в Дубай тебе будем четвёрых записать. Да. По 150. 600 капсул. Там 10 часов рабочий день. А, 12. А сколько тебе лет? Напомню. 26. 18? М? 18? Да. Угу. Перейдём к основным темам. А, кстати, ну, у меня есть опросы. Угу. Я тебе их задам обязательно. А может, есть какая-то тема, на которую ты бы сама хотел поговорить? Ну, вот, что касается профессии, так сказать, ну, специализации, наращивания волос. Пойдём по моим тогда. Да. Окей. Давай разберём такую интересную тему, почему у клиентов путаются волосы. Ну, мы можем начать с того, что вообще вот из твоей практики уже, ну, ты достаточно уже много наращиваешь. Ну, как мы знаем, вот если ты принимаешь по два, там, среди по три клиента в день делаешь, там, по 400 капсул, по 500 в день, даже несмотря на то, что ты всего год наращиваешь, ну, у тебя опыт уже огромный. Ну, вот есть же кто принимает, например, на дому, они там могут, ну, 20 клиентов в месяц со скрипом принять, так скажем, да? Потому что ты там и снимаешь, и капсулируешь, и наращиваешь, и это целый день занимает. И плюс мне на каждый, там где-то отменился клиент, то есть они 20 клиентов в месяц наращивают, ты наращиваешь там 60, ну, 40, 40 где-то, 45, вот так вот. Ну, да. Да. То есть ты, считай, за один месяц их 2-3 месяца проходишь. То есть у тебя опыт большой. Вот расскажи, часто к тебе приходят с жалобами, что вот путаются волосы? Да, они обычно это клиенты, которые перехаживают, ну, вот этот срок коррекции, и это они как обычно говорят. Это вот прям вот недавно у меня случилось. Говорит, вот за 2 недели до того, как я к вам записалась. Ну, как по мне, как будто бы они боятся вот их хорошенько прочёсывать, потому что когда начинаешь им чесать волосы, они как-то, как будто бы я вам говорю, вам больно, а она говорит, нет. Но вот как будто бы они боятся хорошо их чесать, вот как по мне. Интересно, они боятся их изначально хорошо чесать? Они, наверное, боятся, как будто бы они сползут, что ли. Это новенькие в основном? Ну, да, либо даже те, кто уже наращивает давно, и они говорят, ой, я по полгода хожу. Вот, да, есть такая девочка, она была недавно, она в сентябре, получается, 4 месяца, да, сентябрь. Октябрь, ноябрь, декабрь, едва, ну, 4,5. Да, она вот последний раз была в сентябре, и вот она плохо, очень плохо расчесывает себе волосы. И она такая недавно, я говорю, вы увлажняете чем-то, говорит, а надо? А, говорит, ну, вы трехолог. Я такая, трехолог, спасибо. Я говорю, нет, просто мастер. Вот. Она, кажется, даже не знала, хотя все время проговариваем как бы клиентов, что надо их масочками, кондиционерам, потому что они как бы, да, они у нас висят, они от кожи головы, им нечем питаться. Вот. Она такая, а, ну, вы лучше знаете, да, вы же трехолог. Я такая, ну, да. У нее концы путаются или корни? У нее концы. Концы она вот плохо прочесала, особенно это вот сзади, я помню, бывало такое. А вот, кстати, из-за чего сзади путаются? Вот сейчас все без зимы. Ну, это, скорее всего, длинные волосы, потому что они сзади, либо под курткой они там у них туда-сюда, и потом плохо просто прочесываются. А корни, корни, блин, я просто сама ни разу не сталкивалась с такой проблемой, лично. Клиенты-то, я видела такое, что бывает очень сильно запутываются корни, но, опять же, либо с мокрой головой они засыпают, неплохо потом это все прочесывают. Ну, у тебя встречалось распутывать колтуны большие? Да. И вот как раз этой девочке, которая вот по полгода будет. Это другая, не та, которая четыре с половиной месяца? Или это она? А, нет. Которая сентября? Это все-таки вот, которая сентября. Ага. То вот она поменьше. Ну, были трассы, у нее, кстати, это, лучше намного, там было всего лишь два маленьких колтуна. Так, получается, что волосы путаются на концах, потому что их не увлажняют, там плохо питают. Сейчас еще зима, они электризоваться могут. Куртка трутся и так далее. А бывает у корней, когда колтуны большие, это вот ты говоришь из-за того, что с мокрой головой. А еще какие-то причины, может быть, есть? Ну, вот то, что либо перехаживают они еще плюс. Перехаживают и там, получается, отрастают. Они отрастают, да. Они отрастают и начинают сваливаться между собой. И потом просто начинает образоваться колтун как раз-таки. Может быть, кстати говоря, у нее волосы не так быстро растут, поэтому она подольше ходит или нет? Нет, у нее нормально отрастают. У нее некоторые, вот как раз-таки на висках у нее более-менее, в этот раз, кстати, может, по-моему, первый раз она, когда пришла, она не у нас делала. У нее вся голова, как раз вот с Кристиной капсулятором снимали, у нее вся голова была. Большой один колтун, мы думали, вообще не распутаем. А вот недавно она приходила, мы как раз делали просто снятие. У них хорошо, как бы, вот где-то, наверное, сантиметров 6 точно отрастают. Нормально, хорошо. Слушай, а ты слышала, может быть, когда колтуны такие, вот некоторые мастера, я видел, они состригают волосы в колтунах. Ты хоть раз тебе приходилось на практике подстригать? Нет, все очень хорошо. Ну, бывает, да, там, как-то больно, они сами понимают, я как бы предупреждаю, они чувствуют, что у них там очень большой колтун, и что происходит, все немножко, да, растягивать, ну, довольно-таки сильно. Но пока еще не было такого, что надо было подрезать. А лучше чуть-чуть потерпеть, чем подрезать. Ну да, чем подрезать. А видела недавно прикол, девушка, она не занимается наращиванием, она плетет эти косички, как, ну, вот. Каникаловые. Маленькие, да. И к ней пришла девушка после наращивания, ну, с капсулами, с неснятыми. И она записала видео, вот этот мастер, говорит, вот ко мне пришла девушка, я капсулу ей, ну, я наращиванием не занимаюсь, капсулу не снимаю, поэтому я их отрезала. Не видела. Пусть она отрезала волосы, вот такие вот коротышки остались. И она сплела на них косы, и, типа, ну, выстрел, смотрите, как круто я сделал. Обалдеть. Нет. Интересно, она понимает, ну, что, как это? Клиент, наверное, согласился, я не знаю даже. Ну, мне кажется, наверное, клиент, да, согласился. Ты могла бы отрезать просто? Нет. Мне всегда жалко волосы, там, нет, я бы не знала. Ну, конечно, девушки же наращивают волосы. Ты, кстати, наращиваешь волосы сейчас с нарушенными ходишь? Да, на висках. А кто тебя наращивает? Лера. На висках? Да. Только на висках? Ну, и взять такой рядочек один. А, для чего? Загущение. Загущение, чтобы погуще было. Основные рекомендации – прочесывать. Да, прочесывать, не спать мокрой головой, не запрокидывать их вниз, кстати говоря, когда моешь. Вот, но почему-то это не на всех работает. Я все время так мыла, если честно. Запрокидывая вниз, у меня никогда. Но это структура волос, может, такая просто. Поэтому. А как это? То есть прям вниз, типа? Ну, просто, да, как обычно мы моем, когда вниз. Есть такое желание возникает, да? Ну, да, когда торопишься. Чтобы не полностью залазить. Я просто иногда пробовал, вот вчера, вниз вот так, но они вообще не расчесываются. Да? Хотя у меня не наращены. Вообще, типа, потом не расчешь. Окей. Получается, это мы разобрали. Следующий вопрос у меня есть. С какими жалобами клиентов ты чаще всего сталкиваешься? Немножко не поняла. Типа, когда они походят, почему... Не-не, вообще ни разу не наращивали. Пришли и говорят, я хочу нарастить из-за того, что... А, ну там, да, у меня было осветление, волосы выпали, охота загустить. Осветление, волосы поломались? Да, свои волосы как-то поломались. Либо всегда виски были тонкие, и охота вот их загустить. Так, давай прям вот возьмем топ-3 или топ-5, попробуем. Вот почему наращивают? Вот первое-то осветлили, и получается, свои обломались, да? Да, свои обломались. Либо просто от природы свои виски, допустим, тонковатые, и они хотят их загустить. Так. Ну, или, в принципе, свои волосы всегда были тонкие по всей голове, и они хотят их загустить, удлинить. А что чаще захотят? Загустить или удлинить? Наверное, удлинить. А с какой длиной чаще все приходит на наращивание? С своей, собственно? С своей? Это, наверное, где-то 40-30 сантиметров. И обычно запрос на какую длину? Ну, 60, кто-то 70 просит. 60, кто-то бывает, ну, кто повзрослее девушки, они там длины слими не выбирают. 55, ну, 60. 55, 60, 50 сантиметров. Ну, кстати, слышала, по-моему, от Анны тоже или от Александры, что более молодые они подлиннее выбирают? Да, они более подлиннее. А более, как правильно сказать, более состоятельные? Они выбирают натурально. Да, да. Ну, как-то даже больше подходит, наверное, под образ полный. Бывало у тебя, чтобы ты метр наращивал или 90 сантиметров? Да, бывало. По-моему, 90 точно было. Давно? Был от девочек летом, по-моему, было это в августе. Блонд, да, метр. И густой коре у девочки, помню, было. Ого. Да. Сколько грамм он растет? Ой, я уже не помню. Точно больше 150, мне кажется, грамм. Это 100%. Капсул там почти 250, по-моему, было у нее. Тут немного для такой длины. Ну, да. Она приходила уже на коррекцию? Ой, мне кажется, да, она была на коррекции. Но ты не помнишь, не у тебя, наверное? По-моему, не у меня она была уже, да. Интересно. Мне кажется, она первый раз, кстати, вот наращивала. Интересно, она поменяла длину? Не знаю. Понравилось ей столько? Она, как вы узнали, как вы пришли сюда? Говорит, а мне муж, как я, типа, сюда записал. Говорит, вот здесь вот прям работает. Говорит, вот наращивай, давай сюда. Вот. Как бы пришла. Окей, вернемся к вопросу, с какими жалобами клиентов ты сталкиваешь чаще. Ну, тогда есть два варианта. Первый – это жалобы именно на нарощение, ну, на волосы, получается, наверное. Бывают какие-то жалобы? Ну, бывают они, вот опять же, они, вот про концы, какие-то суховатые концы. Я говорю, а вы масками пользуетесь? Говорит, нет. Я говорю, ну, поэтому они у вас и суховаты. Я говорю, такой же уход, как за своими. Вы, говорю, ухаживаете за свои масочки, кондиционеры. Говорит, так же любые там спа-процедуры для волос. Это все плюс как бы для них. Что за спа-процедуры? Такие спа-кератины, там, то есть не горячие уходы. Просто кто-то делает, да, там, кератин на нарощенный, ботокс. Можно так же обычный, как вот спа-процедура для волос. То есть суховатые концы, как это решится? Это маски, бальзамы? Маски, бальзамы, да. Это уход. И что, можешь сказать, вот ты, например, пользуешься каким-то масками, бальзамами, вот свои, расскажи, какими ты пользуешься. Так, я от L'Oreal пользуюсь, да. У меня несколько продукций, как бы, косметики, я и то, я миксую. Ну, расскажи. Когда как. От L'Oreal. Ага. Вот, Absolute Repair, как бы я это слово не выговаривала. Это масло? Нет, это маска. Маска. Да, вот, мне как бы нравится. А у меня разный, то есть сегмент, там, ценовой, от дорогого и пониже. А Davinus также пробовала. А Davinus это дороже, чем L'Oreal? Ну, он такой, типа, средний, наверное. Вот. А масло какое-то? Масло, как-то что-то не люблю, наверное, масло. Больше для блонда, наверное, да? Да. У тебя не блонда? А, спрей там, где ращутся? Да, какие-нибудь термозащиты, кстати, тоже бывают. Девчонки забывают про них, не пользуются. Я сама, конечно, забываю. Окей, суховатые концы. Какая еще может быть жалоба? Какую вспомнишь? И концы. Путаются, нечасто жалуются, наверное, что путают? Ну, это как бы нет, наверное. Нет. Но, опять же, это только от них зависит. Вот эти путаются, не путаются, особенно если по длине. Расческа. Помощь. Да. Вот. Давай попробуем вспомнить еще какие-то жалобы из твоей практики, или я из своей попробую вспомнить. Сползает капсула. О, сползает капсула. Классно. Расползает капсула, давай расскажи. Сползает капсула. Они говорят, вот приходят коррекции, вот это я сняла, сняла, или они упали. Я говорю, как у тебя это происходит? Говорит, ну я сижу, говорит, я начинаю, у меня время коррекции, они отрастают уже. Я сижу, говорит, начинаю их ковырять. Я говорю, зачем? Говорит, ну это как ресницы. Начинаешь, говорит, снимать, так же волосы, говорит. И вот у меня есть девочка одна. У нее уже плохо там с одной стороны, с левой. Но она до сих пор все равно их стягивает. Она все равно, вот как бы, не знаю, привычка. У кого-то просто, да, бывает. Они при расчесывании, то есть сползает. Но это всегда, то есть после какого-то определенного времени, то есть месяц, там, когда уже доза. Или ближе к коррекции. Да, ближе к коррекции, когда уже они, кератин сам ослабевает. А может быть, бывали какие-нибудь жалобы, вот пришли на коррекцию, сняли волосы и типа, ой, я в шоке, там, что случилось с ними? У меня был вот недавно случай, девушка была записана на коррекцию, но мы сняли. Я еще что-то такая при себя подумала, как хорошо волосы у вас отросли. И она такая, через секунду где-то мне девочки подходят, где она, говорит, она передумала, у нее, говорит, волосы свои отросли. Она, говорит, так походит. Я такая, нифига себе. Это круто. Для этого, в принципе, ну... Ну да, для этого, как раз-таки, мне кажется, есть наращивание, чтобы как-то свои отрастить. По крайней мере, я так отращивала свои когда-то. А бывают жалобы, например, что там первую неделю тянет, что-то там болит или... Ну да, это бывают в основном те девочки, которые никогда не наращивали. То есть у них, да, дискомфорт, то, что что-то в голове, а кто постоянные, наверное, они вот... Они как-то привыкли, что ли, вот. Я даже вот по себе тоже, когда у меня был перерыв, а потом меня нарастило, я тоже как бы их ощущала. А вот уже последующей коррекцией даже как будто все время... Как будто там ничего нет. Вот так. И так примерно плюс-минус со всеми, да? Ну так плюс-минус, да. Даже у тех, кто первый раз жалуется, например, что-то потягивает. Ну да, потягивает. Либо просто чуть-чуть оттяжку побольше делаешь. Ну, как бы оттяжку побольше, и все, чтобы не тянуть. Отступ там, да? Да, вот отступ от корней чуть побольше. Давай вот вернемся к тому, почему капсулы падают. Ну, понятно, что некоторые просто ближе к коррекции уже начинают, как ты говоришь, с ресницами потихоньку сами снимать. Да, они начинают сами, да. Ну, если вот убрать вот это, под эту причину. Есть еще какие-то наверняка другие причины. Почему могут капсулы? Почему могут капсулы? Не обязательно у нас там, или не из наших опытов вообще в целом. Кто-то даже бывает утюжком вот прижигает эти капсулы. Для упрямления? Да, для упрямления они сползают. Кто-то на корни наносит вот этот кондиционер, бальзам. Кто-то не знает, как, что надо только по всей длине наносить. Плохо закрутили капсулу. Она может сползти потом. Кератин некачественный, например, какой-нибудь китайский. Да. У меня, кстати, было такое, мне кажется, это не здесь, не в студии. Это было дома. Все, я, конечно, может, капсулировать не умела. Я не знаю, на что это. Мало кератин, да. На что, да, это спикнуть. Вот, на кератин или на руки. Ну, вот мы поэтому, как нашли один кератин в каком-то еще в 2011-2012 году, как начали работать, мы с тех пор только на него работаем, потому что менять кератин, ну, типа, искать дешевле, там, еще что-то такое. Ну, там, 50 рублей экономия, но риск огромный. На одном кератине уже сколько? 14 лет работаю. Мы сейчас только цветной ищем, другой новый. Потому что цветной, ну, в любом случае, смешивается прозрачно. Поэтому крепкий будет. Кератин важен. Понятно, кератин. А вот еще бывает, что, например, грязные волосы, жирные корни, да, и не помыл мастер. Да, на грязные волосы. И там не сцепляется кератин. Ну, да, бывает. Но в основном клиенты, конечно, приходят, стараются с чистой головой, а если им уже говоришь, что у вас тут, там, не промыть, лучше помыть, они как бы соглашаются. Конечно, есть кто не соглашается, но... Нет, я понял. Мы просто причины разберем, которые вообще, в принципе, в природе бывают, почему капсулы могут падать. Еще какие-то, да, можем вспомнить. Например, там, бассейн, хлорка, море. Да, на наборе. За соленой водой. За соленой водой. Дайвингом кто занимается, например. Да, за соленой водой тоже капсула сама разрушается и сползает. Но это тоже, опять же, то есть два месяца носки. Я не думаю, что... Ну, не было такого еще, что она нарастила, пошла в бассейн, поплавала, у нее волосы начали сыпаться. Как бы нет. Ну, это да. Так, еще что-то, может быть, попробуем вспомнить. Мало кератина добавили, говорили. Мало кератина, да, про то, что плохо закрутили. Дрекапсуляции, плохо закрутили. Маски, бальзамы. А, еще же можно перегрузить собственные волосы. Либо взять, либо даже, да, взять плохо саму донорскую прядку, и она просто со временем оторвется, как говорят. Мало собственных прядей и большую прядь для наращивания. Супер, еще какие-то, может, в миллион, на самом деле. Я как будто все забыла уже. Блондинки, да, у них же прозрачный капсул, вот у них они белеют. Либо, наоборот, то, что они оттеночным шампунем, они прям фиолетовые у них такие. Но это не сразу, как бы, это, опять же, при носке. Ближе коррекции. Ближе коррекции, да. А, получается, там не блондин, а черные там или русые волосы мы наращиваем с цветом кератина. С цветом кератина, да. Цвет своих волос, корней, поэтому там не белеют. Да, там они не белеют. А еще бывает, что вычесываются волосы из капсул. Да, это вот как раз-таки либо плохо ее, когда расплавил, закрутил, она потом сыпется, либо также мало кератина. Ну, плюс-минус те же причины, получается. Ну, да. На самом деле. Да. То те же самые, там, если брызгаешь какой-нибудь лак, постоянную укладку, он же там спирт есть. Либо, да, нечаянно ее, да, либо вот нечаянно ее прижег, и она потом уже как бы уже такая рыхлая становится, и все, с нее начинает лезть волос. У тебя, получается, ты вот наращиваешь волосы, у тебя ты с таким не стал... Ну, вначале, может, не сталкиваться. Начала наращивать волос прям вот стабильно. Себе, я имею в виду. Себе? Да, да. У меня вообще все идеально всегда было на голове. То есть никогда не скатывались капсулы, то есть не слазили. Никогда не было колтунов, там. У меня всегда все ровно срастало. То есть на себе не было никаких таких историй. А ты начинала сразу себе наращивать? Только там, ну, полобъема или только для сгущения? Сначала длину нарастила. И даже тогда все нормально? Да, все нормально было. Это я просто к тому, чтобы не думали, что если ты чуть-чуть нарастишь, то все нормально. Если ты полный объем нарастишь, то могут быть проблемы. Нет, все отлично. Я вот недавно себе 200 капсул наращивала. Всегда до этого 140. Как бы очень хорошо проходило. Ты наращиваешь волосы, получается, клиентка. Ну, и себе. Самый вот кайф, от чего ты получаешь? Ну, вот от результата. Ты сама получаешь? Ну, оцениваешь? Ну, визуально. Картинка прям вот сходится. Прям очень хорошо, когда получается. То есть когда вот девушке идет, эти волосы ей идут, ей чего-то не хватало, как будто даже вот просто вот загущение висков. Вот прям вот образ сразу и совпал. Просто все гармонично сразу смотрится. Она сама начала там улыбаться. Да. Тоже нравится. Да, когда ей нравится. Тем более, когда первый раз. Наращивают и длинные. И они такие радостные. Тоже так приятно. Это как будто бы, это получается признание тебя. Часто вообще напрямую говорят, ой, спасибо большое, такая классная. Вот это же кайф. Да, очень приятно. Блиц, я тебе задаю вопросы. Ты на них отвечаешь быстро. Ну, можно развернуто, можно кратко, но главное быстро. То, что у головы пришло, ты и отвечай. Поехали? Да. Ты готова? Да. Точно? К любым вопросам? Наверное. Ты когда-нибудь нарушала закон? Нет. Если у тебя когда-нибудь появится шанс поцеловать знаменитость, кто бы это был? Почему сразу Том Харди у меня в голове? Харди. Да. Том Харди или Брэд Питт? Том Харди. Быть богатой в 20 или в 40? В 20. Какую самую большую сумму денег ты держал в руках? Миллион два, наверное. Я не помню. Было около двух. Ты же не нарушала закон. Чьи эти деньги были? Родительские. Родительские? Они его родители остались? Да. Какую самую большую сумму денег ты держал в руках? Я спрашивал. Без чего хлеб не испечь? Без муки. Без муки. Нравится мука тебе? Да, люблю печь. Самую любишь. Самая неловкая вещь, которую ты делала на людях? Сейчас сижу. Мне очень неловко. До сих пор? Ну нет, сейчас уже нормально. Уже хорошо. Это самая неловкая вещь, которую ты делала на людях? Типа, отвечала на мои вопросы? На сцене выступал в школе когда. Это прикольно. Пела песню. Да. Что тебе нравится делать, когда ты одна с собой? Наверное, убираться. Ходить по дому, что-то делать. Какая твоя самая большая мечта в жизни? Наверное, чтобы все были здоровы, счастливы. Ну, мои родные. То-то, что ты всегда хотела сделать, но еще не сделала? Я боюсь высоты, но я бы хотела попробовать прыгнуть с парашютом, наверное. С парашютом? Да. Или с парашюта? Без него, без него. Просто с парашютом. С парашютом. Что люди скажут на твоих похоронах? Она была добрая. Да? Да. А какой у тебя был ник или есть в Тиндере? Нет? Не был Тиндер. Не был Тиндер? Страничка на OnlyFans. Нет. Почему в облике готовят с дырками? Чтобы было удобнее брать, может, не знаю. Спасибо тебе большое, что ты пришла, рассказала, ответила, посидела с нами. Спасибо. Приходи еще. Хорошо. Все.